Доброе утро! В эфире программа «Местное время» в студии Анна Ситникова. И вот о чем мы расскажем сегодня. Около 70% педагогов сталкиваются с травлей со стороны учеников, родителей, даже коллег. Поможет ли исправить ситуацию инициатива о введении штрафов за оскорбление учителей и повсеместная установка видеокамер? Мужской разговор на злободневную тему. Проводы зимы, заплитой и не только. Узнайте, как и где в крае отметят масленицу, а шеф-повар одного из ресторанов расскажет о тонкостях приготовления главного блюда на праздник. Профсоюз педагогов предложил штрафовать за оскорбление учителей. Родители за неисполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка должны будут заплатить от 500 до 5000 рублей. Какие еще предпринять меры? Ведь по статистике около 70% учителей сталкиваются с травлей со стороны учеников, родителей и даже коллег. Об этом и не только прямо сейчас. Как помочь нашим педагогам справиться с такими проблемами? Некоторые предлагают установку поголовных видеокамер во всех кабинетах. Профсоюзы предлагают штрафовать родителей, в зависимости от степени тяжести донесенного вреда учителю. У вас в школе есть камеры? Работают они? Да, два года назад у нас появилась возможность установить современную систему видеонаблюдения. Решением совета гимназии были выделены средства на установку этих камер. То есть в каждом кабинете камеры со звуком, коридоры, столовые, вокруг школы. То есть около 70 камер. И надо сказать, вот в русле проблемы, которые вы сегодня обозначили, очень часто помогают камеры решать те ситуации, которые возникают в учебном процессе, во взаимоотношениях ученик-ученик, ученик-учитель. Если раньше, в принципе, у красных одна, правда, у белых другая, то сейчас просмотрели, со звуком все определили, и довольно быстро ситуации конфликтные, которые возникают, они разрешаются. Один психолог может быть на школу? Абсолютно. Абсолютно нет. Я считаю, что должен быть психолог по работе с учениками начальной школы, среднего звена, старшего, по работе с родителями, по работе с учителями архиважно. Потому что, ну, очень сложная профессия, прежде всего моральная. И психолог, как консультант, как человек, который даст рекомендации, даст советы в сложной ситуации, которая иногда возникает, он просто необходим. То есть мы говорим уже о психологической службе. Ну, пять человек, это хорошо бы два-три хотя бы. Илья Анатольевич, ваше мнение по этому поводу? Принято считать, что конфликт – это нечто очень опасное. Вообще, в психологии конфликт – это противостояние мнений. А элемент социализации может быть конфликт? Элементом социализации? Само собой. Потому что, ну, просто очень часто смешиваются понятия травли и конфликта. И тогда конфликта, ну, как бы мы пугаемся. Хотя конфликт, он может спокойно быть исчерпан, разрешен. Он к стороне как бы приходит к какому-то единому мнению. Но очень часто действительно это как-то вот смешиваясь превращается в то, что люди заранее начинают себя настраивать на эскалацию конфликта. И здесь я поддержу, что действительно какая-то такая система такого незримого, нейтрального взгляда в виде видеокамер, конечно, помогает исчерпывать вот эти вот сложные конфликтные ситуации, потому что они всегда будут возникать. Эта школа всегда была и будет слепком общества. И совершенно нормальным является процесс взросления детей и столкновения вот этих вот мнений между детьми или между детьми и учителями. И в этом смысле, мне кажется, противостоять этому не нужно. А вот нужно создавать условия для деэскалации подобных ссор и конфликтов. И вот как раз я здесь поддержу и про психологическую службу, само собой, конечно же, это правда важно, не только для детей и родителей, но и для учителей, потому что учителям необходимо в режиме интервизии, то есть в режиме такого какого-то коллективного рассуждения приходить к серьезным вопросам или к серьезным решениям относительно детей, домашних обучений, отстранения от уроков и так далее, то есть серьезных конфликтов каких-то. Эдуард Михайлович, вот вы как руководитель учебного заведения, с чего начинаете разбор конфликта? Например, в коллективе, либо в конфликте учитель-ученик? Для того, чтобы выслушивали все стороны конфликта. Если это ученик-ученик... Как принять правильное решение, вот к вам как руководителя? Очень сложно бывает? Конечно, бывает сложно. Докопаться до истины. Потому что правильно, как было сказано, то есть иногда вот находит помутнение, вот особенно у родителей, они считают, что вот именно их ребенка обидели, и надо наказать, надо использовать все возможные ресурсы, административные там и так далее, вплоть до отчислений школы и так далее. И пишут целые заявления на нескольких листах, в которых обосновывают свою точку зрения и так далее. Поэтому вот кабинет директора, это то место, где встречаются конфликтующие стороны, вот с одной стороны, с другой, вот директор. И узнаем ситуацию, откуда она. Приглашаем психолога, который проводит дополнительные психологические исследования в классе на предмет выяснения каких-то сторон жизни. Классный руководитель, роль несомненно, я всегда говорю, что опытный классный руководитель, он не доводит до конфликтной ситуации, он предвосхищает ее, то есть он гасит на корню, не давая разжечь вот этому вот конфликту, такому серьезному. Стоит ли наказывать родителей рублей за то, что их дети, возможно, за какие-то упущения воспитания? Я думаю, это вообще порочная практика на самом деле. Вот это вот наказывание именно родителя ребенка, который что-то делает или с которым что-то делают в школе, это создаст еще больший виток, ну, в общем-то, обиды и напряжения. В этом нет никакого несмысла. Наверное, это принято под влиянием действительно там и каких-то тоже историй, ситуаций. Есть несколько социальных инструментов, которые работают всегда намного лучше. Вот. Первый социальный инструмент, он всегда был. И раньше в силу сложности учебного процесса и в силу давления на учителей его как бы за неимением не использовали. Это отстранение от урока. Это социальный инструмент, который помогает учителю понимать, что есть какие-то границы, которые, ну, невозможно уже выдерживать. И важно понимать, что дело не в том, что ты страдаешь, потому что от кого-то страдаешь. Допустим, если там вот уроки, вот там все, вот все плохо, вот мы худший класс, а дело в индивидуальном выборе. Поэтому родителям очень я рекомендую, учителям действительно настраивать у детей форму индивидуальной ответственности. Не групповой ответственности, а что ты готов сделать, допустим, опять же, в ситуации травли, чтобы это изменить. А что ты сам готов сделать. Не что ты будешь вынужден с чем считаться, да, потому что тебя там поставили, тебя там не услышали, тебя там не будут слушать. А что ты, правда, сам готов. И вот это вот новое веяние в образовании, это индивидуальная ответственность, помноженная на групповую. Когда мы и в классе можем соединяться, и общаться, и реально договариваться. И когда при этом я не забываю про свои потребности, и могу их отражать, и при этом выбирать то, что мне важно. Вот тогда это будет вот именно в балансе между групповой ответственностью и индивидуальной. И тогда никто не будет считать себя жертвой обстоятельств. Я благодарю вас, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Сегодня последний день зимы, так что пришло время проводить эту самую зиму. В субботу и воскресенье пройдут большие масленичные гуляния во всех территориях края. Сегодня в Хабаровске праздничную программу организуют на стадионе имени Ленина. В полдень ее откроет большой концерт. Кульминация – сжигание чучела масленицы в 14 часов. Торжества также состоятся на городских прудах. В Комсомольске-на-Муре на площади у драмтеатра праздник начнется сегодня в 12.30. Завтра в Краевом центре гуляния пройдут возле Экодома, в поселке имени Горького, на улице Жуковского, а также возле торгового центра «Эвр». В Комсомольске с полудня провода зимы устроят на территории Селинского парка, около ДК «Алмаз» и авиастроителей. Кстати, согласно опросу, участвовать в народных гуляниях планируют 46% россиян. А вот поесть блины на масленицу намерены почти вдвое больше – 88%. Тоткостями приготовления главного блюда этой недели с Еленой Парфеновой поделился шеф-повар Сергей Козлов. Сергей, ну, в разгаре у нас масленичная неделя. Сергей, я, мне кажется, уже лет 20 как минимум пеку блины в это время, но первый раз вот так вот с профессиональным поваром вместе. Хочется понять ваши секреты. Я на молоке обычно делаю, вы как? Мы тоже делаем на молоке с добавлением сметаны, масла сливочного. Ну и все, в принципе, такой же абсолютный рецепт, как и, думаю, что у большинства других людей. Сковородка для вас? Ну, не знаю, кому какая удобнее. Кто-то нравится жарить на чугунных сковородах, кто-то там на тефлоновых сковородах. Лишь бы было самому для человека удобно. Кто-то может просто на поверхности жарить блины. На лопатах? Ну, слава богу, пока не надо. Чем можно испортить блины? Я имею в виду тесто. Чем чаще человек делает блины, тем он уже начинает понимать, как видит, какое должно быть тесто по густоте, по вкусу, как жарится. Ну, кому-то мука различная нужна. Ну, традиционно блины – это белая мука. А сейчас тренды правильное питание, овсяная мука, льняной муки. Сказать, что мы привыкли к белой муке. Если раньше, то они делали блины на различных, на разной муке. И на овсяной, и на гречневой, и на ржаной. С разными вкусами. Это нам более привычный сейчас этот вкус. Начинка. И с творогом, с яблоками, с рыбой, с печенью, икрой. Начинок-то очень много разных. С картофелем. А чтобы сбалансировать, вот тесто блинное все-таки тяжело, плотно, вкусно. Какую начинку лучше? Так даже можно сделать отличную овощную начинку. И, конечно, грибная овощная начинка без всяких тяжелых мяса, либо всяких майонезов и тому подобное. Сделать обычную легкую овощную начинку и завернуть в тот же блин. Чем принципиально отличаются блины на молоке от кефира, от кисломолочки? Вкусом? Вкусом, потом вкус, плотность самой более на простых, на молоке и блинах, оно более плотное. На кефире, либо там на каких-нибудь еще, оно более рыхлое, мягкое тесто получается. Но это тоже нет классики жанра, есть исключительно дело вкуса, да? Кто-то любит на сыворотке делать блины, чтобы они были с кислинкой, а кто-то, наоборот, чтобы они были сладкие прям блины. Кому-то нравятся постные, ну, в смысле того, что слегка там подсоленные для мясных начинок. Поэтому вкусы совершенно разные. И блины тоже совершенно разные. Идеальный блин, он какого цвета? Он дырочка, не дырочка? Ну, он должен быть обязательно золотистый, потому что он всегда лицетворял солнце собой. Ну, и тоже так же по плотности, чтобы он был нежный. Масленица, вот, хорошая традиция. Неделю мы едим блины, печем блины под разными поводами. Отличная традиция, это все-таки наша российская традиция. Перед большим постом люди как бы наедались, угощали друг друга, праздновали. Тем более, это масленица всегда как бы остались, створяю, что все, уже зима закончилась, наступает весна. Ну что ж, спасибо тогда из праздника вас. Завтра в 8 часов на нашем канале мы подведем итоги уходящей недели. С нами на связи автор и ведущий программы Иван Капсамон. Иван, здравствуй, что увидят телезрители? Данна, доброе утро. Конечно, будет материал о том, что весенние каникулы для школьников Хабаровской и Комсомольской на Амуре могут сократить. Расскажем, по какой причине. Обязательно будет торгс, там события бурно развиваются. Покажем эксклюзивное интервью. Еще одна тема, которая коснется уже тысячи хабаровчан. Парковочные карманы в центре города станут платными. Об этом заявили в мэрии. Ну, в общем, как всегда, много интересного. Завтра в 8 утра в программе События недели. Спасибо, Иван. А у меня к этому часу все. Встретимся ровно через неделю. Хороших вам выходных.